АМХ 30Б 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 Короче говоря, танчик очень командозависим и сами вы в жизни никогда не вытащите бой. Только играйте вместе со своими союзниками, ездите компанией и работайте как танк поддержки. Но веселья особого это вам явно не принесет. Что касается ДПМ, как я говорил, с учетом установленного оборудования на досылатель, вот такой вот ДПМ, ребят, с учетом того, что он самый, самый ужасный на уровне. И этого из песни не выбросишь. Ну вот как есть, так есть. Пробите. Да, есть ребята, которые пробивают хуже, но есть ребята, которые пробивают 255. И это действительно гораздо интереснее. Что касается всех остальных показателей, то в целом машина неплохо сбалансирована. Радует то, что у нее, как для среднего танка, одна из лучших подвижностей на уровне 62. И в целом это существенно, потому что многие имеют там где-то порядка 55-50. Есть по 60 несколько ребят. Ну, короче говоря, все разные. Единственные, кто действительно там по подвижности типа немножко лучше, это Леопард 1. Но особой разницы, вот поверьте, вы ощущать не будете. В целом по динамике, вот как раз с Леопардом 1 его и стоит сравнивать. Передвигается машина все-таки довольно бодро и довольно комфортно. Что касается доходности, 130%, лучше только 140 у 121-го Б, но при этом все равно у 121-го Б еще и броня какая-никакая есть, которая хоть как-то дает какие-то рикошеты, допустим, там от той же башни. Ну, а здесь с этим ху-то дело. Что касается процента по победам, есть кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, как бы не могу сказать, что с каким-то существенным отрывом, в принципе, танцуют в пределах разумного. Как так получается? Наверное, исходя из того, что вот эти вот тысячи игроков плюс-минус с руками. Ну, просто, как вы видите, все остальные машины в большинстве своем пользуются гораздо большей популярностью и, наверное, не просто так. И вот те, которые выкатывают АМХ от 30-го Б из ангара, они, ну, наверное, что-то знают и, наверное, умеют его применять. Все, что можно было обсудить, стоя в ангаре, мы обсудили. Теперь предлагаю переместиться в зону боевых действий и попытаться в реальном бою затестить АМХ на предмет годности. На предмет того, стоит ли за него отдавать 17 с половиной тысяч. Безусловно, на уровне есть, допустим, тот же самый АМ-60, который гораздо интересней, гораздо более толковый, более результативный. И, в отличие от АМХ, он более легко применим новичками. Поэтому, если вы новичок в игре, если ваш процент побед ниже 50%, то навряд ли АМХ вам подойдет. А уж тем более, если вы там, грубо говоря, где-то порядка 45-47%, то уж тем более данная машина не то чтобы вам противопоказана, но не стоит останавливать свой выбор именно на ней, потому что особо долго жить в бою у вас не получится на ней, ну и, соответственно, давать какие-то бодрые результаты уж тем более. Если бы здесь была побольше Альфа с таким же временем перезарядки, то понятное дело, что результативность настрела за бой таким образом была бы выше, ну и в целом тогда можно было бы говорить о плюс-минус какой-то реализации машины. Здесь же все немножечко-немножечко неприятно в этом отношении. Необходимо искать какие-то вот такие вот игровые позиции, выцеливать тех, которые отвлеклись, пытаться работать по засветам ваших союзников. Ну, короче говоря, играть, как говорится, в крысу. Вот если в крысу вы умеете играть и вам заходит, допустим, игра на легких танках, то тогда данная машина вам тоже подойдет. Так, откатываемся назад, благо хотя бы время перезарядки неплохое. Если бы не время перезарядки, то тогда вообще было бы совсем все грустно. Ну, прям до ой-ой-ой. Прячемся, ребят. Прячемся. Шерик проскочил. Теперь попытаемся... Не получилось на ИСа нормально, как говорится, наехать. А вот сейчас начинаются стандартные проблемы для АМХ. Проблема называется «Я попал в замес». Как только вы в замес попадаете, сразу готовьтесь к тому, что беда бедовая с вами однозначно случится. Вас разбирают просто на ура, подвижность вроде и хорошая, но свалить не позволяет, оставаться на месте тоже не вариант. И вот так плюс-минус АМХ отыгрывается практически в каждом бою. Сейчас досмотрим данный бой, посмотрим на результаты, возьмем его еще раз и заедем в следующую катку. Ну, просто для того, чтобы посмотреть, как он играется от боя к бою, насколько ровно и без скачков будет ваша результативность и то, чего вам стоит ожидать от данной машины. Итак, друзья, бой закончился победой, но не благодаря нам. 1540 единиц нанесенного урона, один сделанный фраг. Что касается результатов по фарму, то в принципе в минус не вышли, особо много не подняли. Ну, а что касается нашей результативности по команде, то мы находимся вот прям практически в конце списка. И давайте будем называть вещи своими именами. Есть машины, от которых победа не зависит. Есть командозависимые машины в нашей игре, есть те ребята, которые являются фундаментом команды и на них в принципе держится вероятность победы, да, то есть машины, которые могут, могут хорошо себя показывать. И в принципе, если они хорошо отыграли, то команда тогда может победить. Ну, вот допустим, возьмем ту же самую Акулу, или та же самая Прога 46, или тот же самый 60ТП на 10 уровне и стяжей. То есть машина костяк команды. АМХ не является такой машиной. И особо стоит отметить, что даже машины, от которых победа не зависит, их тоже необходимо разделять на два типа. Машина, от которой не зависит победа, но они делают для победы что-то. Ну, допустим, тот же самый Т-77, это тот же самый АМХ тяжик на 10 левеле. То есть те машины, которых разбирают, те машины, которые картонные, те машины, которые самостоятельно разорвать никого не смогут, да, то есть принести победу команде. Но тем, что они закидывают за бой достаточное количество урона, они делают свой вклад в победу. Что касается АМХ, он даже урона нормально за бой не набрасывает. Ты, по большому счету, преобладающее количество времени в бою проводишь за тем, чтобы где-нибудь схорониться, не отхватить, не отхватить, в принципе, по шапке, не отправиться в ангар. И если ты так играешь постоянно, то, понятное дело, что особого удовлетворения в бои тебе в то же время не приносит. Можно, конечно, говорить о том, что это судьба средних танков, носиться по карте, периодически накидывать какой-то урон, но все же, ребят, но не настолько. Не настолько хотелось бы, чтобы было сложно играть на танке среднего типа. Так-с. Хорошая точность, хорошая точная пушка, но, к сожалению, не всегда дает те результаты, которые хотелось бы. Сейчас я, в принципе, ожидал, что Маус просто башню довернет, и за счет этого у меня получится ему накинуть. Ну, а сейчас ягода вернулась, блин. Такое впечатление, что мне бабки пошептали, вот серьезно. Как-то бы подступиться к этим товарищам, но особо засвечиваться не хочется. Ну, вот как? Ну, вот как так? Вроде бы все нормально было, вроде бы было все хорошо. Так, ну вот теперь нормально будет. Сейчас попробуем набросать какого-то урончика немножко. Давай-давай-давай-давай, родной. Жаль, не смог загуслить его. Да, к сожалению, на данном, я думаю, этапе Яга сделала все, что могла. Не затащила, не вытащила бой, держалась до последнего, но куда ей, бедной, деваться, если она не может развернуться по-человечески, ну и, соответственно, принять бой. И благодаря Яге мы делаем урон в этом бою и делаем фраг в этом бою. Ну и давайте будем заценивать результаты. Я больше чем уверен, что в лучшем случае я вошел в топ-3 по нанесенному урону. 2800 единиц урона, и это благодаря тому, что вам смогли подступиться к Яге. Игровые события развивались таким образом, что у нас, в принципе, получилось к ней залететь в корму и, соответственно, на ней наработать всем добрый кусок урона. Что касается результативности, вот, пожалуйста, топ-3, как я и говорил, по результатам команды. Что от себя могу отметить? Машина полный картон, явно не подойдет ребятам, которые не умеют играть на картонной технике. Однозначно подойдет для каких-нибудь статистов, которые любят стоять в кустах и где-нибудь на дальнем расстоянии от соперников и отрабатывать по засветам своих союзников. Абсолютно не выдерживает натиска врагов, как правило, в таких случаях уходит первая в ангар, благодаря тому, что брони у нее нет, ну и, соответственно, удар держать она не сможет. Что касается орудия, то ни ДПМом, ни Альфой вы никого не удивите, не испугаете, и в этом отношении есть машины гораздо бодрее. Вот такой вот он АМХ-30Б и вот такое вот оно абсолютно честное мнение по поводу данного аппарата. Покупать или не покупать, как обычно решать вам, мое дело показать танк таким, какой он есть на самом деле. Если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а я снимаю специально для вас. На данный момент все, всех благ, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok